АПЛОДИСМЕНТЫ Расскажу вам про свою армию, которую я готов представить более опытным игрокам и другим вархамеристам, искушенным в этом деле. Значит, что у нас? Я очень сильно полюбил кастомный ковен с минус одним дамагом по всем юнитам. Я взял 6 талосов, 3 рейдера в качестве транспорта для моей пехоты, парочку гомункулов и отряд из 5 вреков, супер минимальный. Дальше, Профицу Флэш, куда же без них, пятерка гротесков в четвертом мануле, десятка вреков, чтобы их воскрешать и телепортировать, и один гомункул, чтобы была виксаторная маска. Дальше, классическое черное сердце, чтобы отменять вражеские стратагемы, это 3 юнита по 5 кабалитов. У кабалитов бластерки, 2 бластера, 1 шредер, вот чисто 5 очков не хватило, взял шредер вместо бластера. И бласт-пистолеты на сиборитах. Бласт-пистолеты дешевые, а стреляют так же хорошо, как бластер. То есть, нормально. И в качестве HQ пошел Дрозар, он же и варлорд этого ростера, с его Hatred Eternal, чтобы реролить 2 вунд броски по всем встречным поперечным. Вот такой армией мы готовы ворваться на турнир. У нас первая игра, и против нас, бам, железные руки. Просто-таки группировка, железные рукава, нам сразу здорово, отец. Против нас играет Миша Фрамос, не абы кто, знаете ли. Мало того, что армия-то сама по себе мощная такая, хорошая. Так и игрок-то у нас не лыком шит. О, Миша на каждом турнире ночует где-то там, на первой, второй, третьей строчке. Но на третьей он давно уже не был. А вот на первой и второй, там он прям прописался. Так вот, партия будет очень непростой. И давайте-ка мы ее заценим сразу же. Погнали! С нами Миша, и он требует лицензию на то, чтобы я его снимал. А пока-пока мы посмотрим, что у него. У него железные руки, здесь два лэндспидера. Здесь сколько пачек тактички у тебя всего? Короче, 30. 30, ребят. То есть, ну, это 6 пачек по 5, я так полагаю. Там знамя, аптека, железный отец. Вот они уже мываются. А вот там за руинкой стоит два скорпиуса. Вот за этой руинкой. Да, вот там. Два скорпиуса, два. А что у нас тут? Вот, мы встали вот так. Здесь 3 талоса, 5 вреков, гамунку. Еще 3 талоса. Десятка вреков, профит со флэш. Гамунку, профит со флэш. Гротеский профит со флэш. 3 рейдера с минус одним дамагом. В каждом по 5 кабалитов. С бластером, бласт пистолетом. Здесь у нас дрозар. Там 5 кабалитов со шредером и бласт пистолетом. 5 очков не хватило. И гамунку этого ковина раздает. Вот, как видите, железные руки ходят первыми. У нас тут вот точки. Раз, два. Одна в центре. И там 3, 4, 5. Ну, с диспозицией мы определились. У нас короткие стороны. Стоим друг напротив друга. Причем стороны короткие диплойка не вся полностью сторона. А вот только вот такой вот буковкой П. То есть между краем стола еще вот столько. И вот столько с другой стороны. Такая интересная, странная диплойка. Она меньше обычно. Это надо учитывать при подворье миссий. Мы подобрали миссии следующим образом. Миша взял настрел монстров и техники. К бабке не ходи. Бери, стреляй. Настрел больше, чем я ему. И контроль четвертей. Я взял тоже контроль четвертей. Я взял установку скрэмблеров. И я взял специфичную вторичку. Конкретно для данной миссии. Это сканировать точки. Подходишь к точке. Делаешь там экшен. Один раз на каждой точке. И чем больше точек ты просканировал, тем больше очков получаешь. В принципе, хорошая такая вторичка. Много очков можно взять. Ну и что? Я хожу второй. В меня сейчас полетит много, 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 много говна. Я не сказал сразу, что у тактички сталкерболтеры. Там два дамага на них. И это ого, мам, не горюй. Но, однако, я, в принципе, своими рейдерами и таусами готов принимать двухдамаговые плюхи. Хоть вот-вот-вот-вот-вот. Сколько угодно. Еще у Миши в резерве нечто жуткое. Что я сразу не распознал в этом большую угрозу. Мол, ну, граф девалстаторы. Девастаторы, да? Из покон веков, можно сказать, графи пушки, они сильно вундили по юнитам, у которых большая броня. У нас броня супер маленькая всегда была. Поэтому я граф пушки вообще никак не воспринимал никогда как угрозу. Однако, ну, они уже давно, там, правила на них переписаны. И сейчас мы посмотрим, как они играют. Сейчас мы посмотрим. Сейчас увидим. Ну, что же? Что же нам делать с врагом? С врагом нам делать следующее. Подождать, пока он подойдет. Потом встать на точки, выполнять миссии. И по возможности чарджить. Чарджить все, чтобы нам пробиваться как можно скорее добраться до его диплойки. Этим и будем заниматься. Ну, погнали. Первый ход. Железные руки. Вперед. Закончился первый ход. Вот здесь вот парнишка проадвансил. Пытался заехать в четверть. Немного не получилось. Немного не хватило адванса. Все выдвинулось. Стреляло в гротесков мне. Два гротеска потерял от Сталкер Болтеров. Три гротеска потерял от автомобилей Скорпиусов. Минус гротески. Да. Миша мне убил один юнит. Не смог заехать в четверти. Пока вот так. Все. Переходим к первому ходу Дарк Эльдаров. Первый ход Дарк Эльдаров завершен. Мы всеми выдвинулись. Парни из-за стенки на точку делают скан точки. Здесь все выдвинулось, выдвинулось, выдвинулось. Гротесков мы потеряли, убрали. Там Гамонкул подбежал, делает скан точки. Здесь все просто выехало. Там Рейдер с Дрозаром на 8 дюймов за стратагему пролетел. Мы все стреляли. Если дальше 3 дюймов, я могу стрелять с персонажами. Можешь. Если кого, кем-то заметишь. Здесь мы со всех лодок и дезинтеграторов убили только двоих. И все. Здесь Талосы вышли, почаржили аж на 12. Этот спидер взорвали его и зашли вот сюда на точку. Мы поскорили все четверти. Миша не убил мне больше юнитов, чем я ему пока что. И да, вот сделали 2 скрэмблера. И еще вот здесь нейтральную точку мы тоже поскорили. Нейтральную землю повесили скрэмблеры. Вот, все. Ход. Железный круг номер 2. Первый ход. Сразу минус гротески. Оу. Я просто с самого начала игры начал чувствовать, что кубы меня люто подводят. Ну, это классика. Где-то уже в каких-то играх у меня такое было, что как только в гротесках начинает лететь дриколье, они ни одного своего ингуля не прокидывают. И вот тут то же самое случилось. Все. Я как бы хотел, чтобы они танковали, но что-то они оттанковались, в общем, себе во вред. Но враг мне подарил лэндспидер. Он так подъехал прям ко мне. И талосы в него влетели. И оказались уже вот практически у вражеской диплойки. И даже на точку встали. Это круто. Вот. Минус в том, что я забыл. Я так ломанулся всеми вперед, что на первый ход забыл поставить скрэмблер в своей диплойке. Ну, поэтому пришлось сделать скрэмблер нейтрально. И потом будем отступать, возвращаться. Ну, благо сейчас пока есть кому. Кабалиты тоже все полетело вперед. Вот кабалитами нужно будет пока, пока целые рейдеры сидеть в рейдерах, расстреливать оттуда маринчиков, а потом вставать и скорить точки. Маринчики-то, конечно, тоже на нас попрут. Ну, вот мы оттуда будем бластерами их принимать, дезинтеграторами. Ну, тут тоже началось веселье и карнавал, потому что как у нас Миша играет своими железными руками. Вот в него два дамага влетело в морячка, такой, ага, два дамага с дезинтегратором, вот тебе два пятых ФНП. Ага, еще два дамага с дезинтегратором, вот тебе одно ФНП, моделька живет. Ну, вот все. Че, моделька живет? Ой, ну все, убил модельку, ладно. Че у нас? Все. А, стрельба окончилась. У меня-то стрелять-то особо нечем. Все, минус два морячка за целый ход стрельбы. Вот так и будем играть. Так и будем. Второй ход. Походили у нас железные руки. Здесь морянчики подошли вот сюда. Здесь вот этот поадвансил вот сюда. Упал дропот с парнями. Плюс один к баллистику. Все получили один за ЧМ, второй за стратагему. Была стратагема на реролл ту вунт. Я ее отменил успешно. Там парни вышли. Значит, что было? Вся пехота у нас стреляла по Талосам. Мне убили два Талоса. Ну, как бы один Талос убила эта пятерка. Второй Талос убила эта пятерка. Третий Талос у нас страдал от всех этих сталкеров. Болтеров. И что-то еще. Значит, у нас два... Да, вот этот товарищ добил. Последнюю рану снял. У нас там рейдер взорвали. Крак гранаты, скорпиусы и последний выстрел. Последнюю вунду снял знамя. Да, по-моему, знамя. Вот здесь два каббалита из рейдера на высадке погибло. Вот этот отряд их зачаржил, убил тютелька в тютельку. Второй отряд Дрозара. Ничего не сделал Дрозар. Дрозар в ответ только одного убил. Все-таки Инвули и пятый ФНП. Это просто нет нематерных слов. Все. Мне уничтожено 3-4 техники и монстры. Уничтожено 3 отряда. В четверти наш оппонент не встал. Переходим к ходу Дарк Эльдаров. Ну, я две точки держу на начало своего хода. Второй ход Дарк Эльдаров. Пришли резервы Мандрейки вот здесь, высадились. Ну, потому что вон там, ну, никак вообще. Что сделали? Здесь тройка маринов стояла. Мы в них постреляли. Один на знамени убил мне Мандрейка. Кое-как сняли эти 3 Мандрейка. Здесь рейдер на 7 дюймов проехал после стрельбы. Занял точку. Здесь из залоченного рейдера высадились кабалиты. Встали на точку. Мы уже здесь перескариваем. Талосы почарджили этих маринчиков. Убили только двух. Только двух. Дрозар получил одну рану и только одного убил. А залоченный рейдер вон туда уехал. Он пустой. И он сейчас там. Гомункул просто на точку встал поуютнее. Здесь у нас что было? Десятка вреков. Профит со флэш встала на эту точку. Пятерка ушла сюда, назад свой диплой. Делает скрэмблеры в своем диплой. Потому что на первый ход забыл это сделать. И я встал в четыре четверти снова. Не смог просканировать точки. Здесь мешают оппоненты. И все как бы. Четыре четверти сделал. Да. И да. И мне убили больше юнитов. К сожалению. Третий ход. Айрон хендов. На второй ход выходят граф-девастаторы. Слизывают мне Талосов. Не сказать, что это удалось им легко. Все-таки в Талосов стреляла практически вся армия. Но Талосов больше нету. Сразу три монстры с минус одним дамагом. И это они еще стреляли без рерола ту вунт и там дамага. Потому что я его отменил. Но все равно как-то больно. И это еще не все девастаторы вышли. Потому что еще одна пятерка в аутфланке. То есть десятка на дропподе прилетела. Казалось бы. Ага, лошара дроппод в свой диплойке поставил. Ага. Ща-зэ. Потому что он так поставил в свой дроппод, что мне никакой дипстрайк сейчас не позволит никаким образом оказаться в его диплойке. Красава. Гениально. Прекрасно. Мне сейчас надо во что бы то ни стало попадать в его диплой. Мандрейки это сделать не могут. Врэки сейчас пока заняты. Заняты. Они держат точку. Потому что пятерка врэков не профит со флэш. Вернулась назад. Ставить скрэмблеры. Вот. Но на следующий ход нам никак не подобраться ни к скорпиусам, чтобы их залочить. Ни просто в диплойку встать. Надо думать каким образом нам там оказываться. Рейдеры вряд ли у нас доживут достаточно долго. И нужный юнит они... Ну они не смогут приехать к нужному юниту, посадить, а потом еще поехать. Это ходов восемь наверное займет. И то без стрельбы. Вот. Ладненько. Ну одного рейдера я отправил. Так он туда полетел. Полетел. А вось на следующий ход доберется до скорпиусов. И как-нибудь там их получит. Если конечно он пролетит живым. И ну что же нам еще-то делать. А вот. Да. Нам еще нужно обязательно пожаловаться на то, как мой оппонент кидает кубик. Потому что. Почарджил талосами. Дрозар в схватке тоже участвует. Да. Казалось бы. Маринчиков нарезать-то. Вот. Пу. Раз, два, три, четыре, пять. Двух дамаговыми атаками. Сталосов. Пятнадцать двух дамаговых атак. Пять парней. Хрен там. Убили только двух. Ох. Ну и Дрозар тоже по одному Маринчику вход откусывает. Это вообще ни о чем. То есть мне надо было убить. Один маленький. Трех парней. Трех парней, да, на пятой точке убить надо. Убили. Ладно. И еще двух парней в ХТХ. То есть первый отряд парней. Второй отряд парней в ХТХ. И все. Как бы, ну, это абсолютно, ну, изи, да, Талосами, Дрозаром. Все. Маринов нарезай. И мы сравняемся по количеству убитых юнитов. Нет. Мы не сравнялись по количеству убитых юнитов. Миша кидал пять плюс. Вот эти вот Инвули пятые. ФНП пятые. Так, боже, как, я не знаю, как... Как его звали-то? Ну, этот Саша Белый. Короче, как он дом Павлова играл, так и мы играли эту партию. У меня жопа сгорела. Вот что я хочу вам сказать. Следующий ход. Шух. Перенесемся сюда. Да, это вышли опять у нас... Как-как-как звать? Девастаторы. Девастаторы. Вышли вот здесь из аутфланга. Потом они стреляли в Талосов. И вот этот отряд стрелял чуть-чуть в Талосов двумя товарищами и чуть-чуть в Рейдер тремя товарищами. Ну что, вот эти два отряда идиотов нанесли что-то там две или три ранки в одного из Талосов. Потом вот этот третий отряд получил баф на рерол ту вунд. Да, ну да, стратагемочку. Рерол ту вунд и дамага. И уничтожил мне сразу два Талоса. И еще две вунды на этого, на последнего подвесил. Как вам такое? Три Маринчика отошли из КТХ. Здесь три Маринчика отошли из КТХ и встали там в трех дюймах от точки. Я так полагаю даже. Вот. Стрельба со Скорпиусов. Вот мы их еще не видели. Но они недостойные. Эта грязь недостойна попасть в наш батл-репорт и осквернить его. Один из Скорпиусов бахнул в гомункула. Четыре вунды. Я три отцейвил, париролил и хрен там не париролилась. Вот. Потом дальше мне с каких-то шальных пуль убило три Мандрейка. А потом спидер дострелял мне последнего Мандрейка. Плак-плак. Четыре вунды потерял с этого рейдера. Там я потерял шесть вундов. Мне четыре вунды с гранаты прилетело. Одна вунда прилетела с болтера. Еще одну в КТХ потерял. Да. Потом все подчарджило нас. Седьмой. О, господи. Синенький отряд. Выкинул три и париролил. Потому что не доставало. Хорошо. Достали. Бежевый отряд зашел сюда и в Дрозара. Дрозару прилетело четыре плюхи от кулака. Две вунды. И пять дамага. А он был в одной. Все. Я не отцейвил. Ничего. Минус Дрозар. Вот так вот. Рейдер потерял одну вунду. Вот здесь вот парнишки хотели почарджить кабалитов на центре. Но выкинули опять троечку. А рерол уже был потрачен. Поэтому точка осталась за нами. Ну, все. Тут мимой оппонент убил еще два монстра. Он встал в три четверти. И две точки держал на начало своего хода. Одну точку? Одну точку, точно. Да, потому что с этой точки я его выгнал. Теперь мой третий ход. Третий ход прошел. Ну, из интересного. Вон оттуда рейдер улетел. За два кп снова почарджил. Залочил там оба Скорпиуса. Стараемся не показывать Скорпиуса. Показываем рейдер. Здесь кабалиты сканируют точку. Остались. Талос и Гомункул почарджили. Талос расстрелял здесь лендспидер. С хейвайрки его уничтожил. Убили, ну, вот столько. Троих и одного вранит. То есть, ну, так себе. Здесь убили со стрельбы двоих. С хтх не убили. То есть, вот отсюда у нас в рейке. Подошли, почарджили на 7 дюймов. Гомункул недочарджил, но раздает все еще. На ответке, на сдачу потеряли двух кабалитов. Рейдер вот отсюда ушел. То есть, он высадил вот этих кабалитов и ушел вот сюда. Я контролирую три четверти с конце хода. То есть, получил два очка. Заскорил вот этот скрэмблер. В начале я получил 10 очков за контроль двух маркеров. Переходим к четвертому ходу. Марина. Вот на этот ход уже пройдена та черта, когда у меня есть жирные юниты и какой-либо шанс убивать столько же или чуть больше юнитов, чем мой оппонент. Вот пройдена та черта, жирных юнитов не осталось. И терять я сейчас начну гораздо больше, чем убивать, потому что у меня остались одни жиденькие пехотинцы, там всяческие кабалиты и рейдеры в последних вундах. То есть, сейчас я начну умирать в промышленных масштабах без всяких каких-либо шансов на возмездие. В тот ход у меня был шанс не дать моему оппоненту получить очки за эту миссию, но кубы распорядились иначе. Сейчас все значительно печальнее. От шального буквально кулака помер Дрозар. Пять ран в него ровно зашло, ни одной ФНПшечки, там ни ингуля, ничего. Ну, в этой партии у меня как-то очень печально с кубами, несмотря на то, что мой оппонент кидает божественно. Ну, вот как бывает, да? Допустим, у нас 10 бросков на 5+, Миша спокойно выкидывает 8 из них, пятерочек, шестерочек, а 2 потом за что-нибудь реролит и тоже на успех. То есть, 10 из 10, 5+, легко вообще, ну, плюс железные руки к этому располагают. Вот, у нас все еще не поставлены скрэмблеры во вражескую диплойку и уже остро стоит вопрос, как туда попадать с помощью дипстрайка, ну, или каких-нибудь таких стратагем я туда зайти не могу. Вот, у меня недалеко от пятой точки стоит рейдер, возможно, стоит мне на следующий ход врэков посадить в этот рейдер и улететь во вражескую диплойку. Но, надо теперь надеяться, что этот рейдер мне не взорвут. Ну, это очень такая жидкая надежда, поскольку у моего оппонента миссии на взрыв техники, потому что он будет туда стрелять, это как пить дать. Вот, хорошо, что залочил скорпиусы, да, немножечко поздно, они гомункула, который мне контролировал точку, убили и, в общем-то, остальное, ну, не особо, не особо они роляют. Вот, мой оппонент дал мне просканировать центральную точку кабалитами, потому что не дочарджили его пехотинцы, если бы дочарджили, никаких кабалитов бы уже не было и все. Ну, такой маленький проблеск удачи был, вот, а пока что, да, вот до этого момента по очкам мы шли вровень, а теперь, ну, к бабке не ходи. Меня сейчас будут расстреливать, снимать со стола и уже ничего мне сделать не остается. Остается только надеяться как-то поставить скрэмблер, как-то пробиться в диплойку. Я завязал один отряд девастаторов, два других отряда девастаторов я мог бы завязать своим талосом, если бы он, собака, смог убить вместе с гомункулых тех чертовых маринчиков. Но маринчики слишком крутые, они от двух дамаговых атак они совсем не умирают. Так бы, если бы я их убил, этот зелененький отряд, я бы просто на консолидации зашел бы в оба отряда девастаторов и хрен бы они че куда стреляли. Но нет. Все. Заказываем гроб с бахромой. У нас следующий ход. Четвертый ход железных рук. На начало хода скорил две точки. Дальше что у нас произошло? Произошло. Здесь стояли девастаторы из пистолета, уничтожили двух кабалитов. В хтх потерпели поражение, их в рэки съели. Здесь девастаторы все уничтожили мне Талоса, остался в живых гомункул. Потом подчардживал он Чаптер Мастер, Аптека и девастаторы и съели его. Вот гомункул лежит мертвый. Здесь мне подчарджили кабалитов и уничтожили. Там чуваки стоят, скорят четверть. Тут вот все стоят. Там чуваки подчарджили мне рейдер. Остали в последней ране Скорпиусы его, да, били в хтх. Я даже реролил сейф, но нет, 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 кого я обманываю. Мой четвертый ход. Наш четвертый ход был быстр. Что мы сделали? Мы сюда подвели гомункула, подчарджили и убили. Ну гомункул и снайперки застрелил одного Примариса здесь. И да, наконец-то сроляла вунда и мы в хтх зарезали. Кабалит, оставшийся последний здесь сержант, зашел во вражеский диплой, поставил скрэмблер и принес нам 10 очков. А здесь вот это все, что от меня осталось. Четвертый ход был, в принципе, быстр. Да, мне удалось поставить Кабалита во вражеский диплой. Все-таки там хватило дистанции у него, чтобы дойти и поставить, наконец, скрэмблер. И принести мне победные очки. Но на этом, пожалуй, все. Все хорошие новости. Потому что даже рейдера потерял в чертовой хтх от гусениц Скорпиуса. А это, извините, это не хаоситские Скорпиусы. Они дерутся очень плохо. И еще буду жаловаться вам и плакаться сюда. Потому что за всю игру, когда я реролил проваленные сейвы за команд рерол, у меня ни разу это не получалось. То есть я трачу ЦП и не реролится у меня кубик. Ну, вообще никак. А маринчикам что? У них второй плюс баллистик с реролами. То есть, ну, я вообще предлагаю Games Workshop отказаться от метания кубиков, если ты играешь за маринов. Ну, это просто лишнее. То есть, ну, два плюс с реролом, это... Зачем время тратить? Просто автохиты и все. Ну, вы же и так все и так играете. Ладненько. Ну, что? Нас осталось полтора отряда. Смогут ли они пережить пятый ход? Смогут ли они на пятый ход принести мне хоть одно очко? Давайте-ка глянем. Пишите в комментариях, верите ли вы в мои юниты или нет. Пятый ход железных рук. Ну, было, в общем-то, не особо сложно в этот раз ходить. Скорпиус. Один из Скорпиусов дважды пострелял. Уничтожил здесь пятерку вреков. Все вот эти вот марины, гравики, девастаторы, опять стратагема, нереролл, там всего-всего-всего. Здесь мне оставили в живых трех вреков. И Скорпиус второй застрелил этих трех вреков. Остался один гомункул. Его почаржили... Его почаржили в хтх, в общем-то, и убили. Меня сняли со стола на пятый ход. Мне сейчас нечем играть. И мы сейчас быстренько очочки-то посчитаем с Мишей и вам все скажем. Миша, у тебя 80. У меня 68. Разница в 12 очков. Ну вот, пятый ход мы не пережили. К сожалению, ни одного очка не получили в этот раз. Тем не менее, что хочу сказать. Разрыв минимальный. У нас разница в 5 очков. Это ничья. Здесь у нас получилась в этой игре разница в 12 очков. 7 очков каких-то до ничьей. И там примерно... Да. 13 очков до победы. Ну, до победы слишком далеко. А вот 7 очков до ничьей я, в принципе, мог бы получить, если бы где-то там кубики ложились чуть более в статистику, а где-то там чуть менее в пользу оппонента. Я уже не говорю про свою пользу, да. Вот достаточно хотя бы просто в статистику, чтобы кубики ложились. Но достойно, достойно. Учитывая, что Миша на этом турнире опять обыденно занял первое место, я против него набрал довольно много. Сыграл достойно. Очень сильно сраляло. Вот это вот минус один дамаг. Практически против всей его армии, у которой было два дамага на оружии. Мэйрейдеры, и Талос, и кое-какие врейхи с гомункулами. Просто этого не замечали. Поэтому очень хорошо себя это показало. Минус был в том, что мне очень не хватало стрельбы. Тоже очень мало у меня чего-то такого двухдамагового против этих маринчиков было. К сожалению. Но тем не менее, партия получилась довольно прикольная. Несмотря на рак кубов, результат все еще, я повторюсь, все еще неплохой у меня очень. Да, плюс такое минорненькое поражение в первой игре означает, что в следующей игре, во втором туре, я не попадусь на какого-то ультрапотного челика, а тоже на кого-то, кто проиграл более матерому такому оппоненту. То есть вторая партия будет где-то на расслабоне. Я на это надеюсь. Ну, на этом все, ребята. Ждите следующей недели, когда выйдет отчет по второй игре с этого турнира. И на этом я с вами прощаюсь. А вы не забывайте подписываться на канал, жамкать колокольчики, ставить пальчики вверх. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok